Здравствуйте! Сегодня мы разберем второй вариант шестого задания информатики ОГЭ. В шестом задании у нас есть исполнитель черепашка, который рисует определенную картинку. С помощью команд вперед и направо, или же налево. Алгоритмы в задаче, приведенные у меня в примере, выглядят так. Повтори 5, вперед 100, направо 120. Нам нужно выяснить, какую фигуру нарисует исполнитель черепашек. Для того, чтобы это выяснить, мы для начала должны понять, какой внутренний угол будет образовываться у нашей фигуры. Для этого начертим приблизительную схемку. Вы видите, что черепашка здесь делает вперед 100, потом поворачивает направо в 120 градусов. Мы видим, что внутренний угол и угол, на который поворачивает черепашка, смежный. То есть для того, чтобы найти внутренний угол, нужно из 180 вычесть угол альфа. То есть угол, на который поворачивает черепашка. Мы найдем угол бета, внутренний угол. Так я их обозначил. Далее, зная внутренний угол, в нашем случае это 180 минус 120 градусов, равно 60 градусов. Мы с помощью определенной формулы найдем количество сторон и вершин в нашей фигуре, которую будет чертить черепашка. Это формула N, где количество вершин и сторон равно 360 градусов, деленное на 180 градусов минус внутренний угол, то есть угол бета. Подставляем наше значение и получаем, что N равно 360 градусов, деленное на 180 градусов минус 60 градусов, то есть N равно 3. Получаем, что у нашей фигуры будут 3 стороны и 3 вершины. То есть это правильный треугольник. Вообще в данном типе задач черепашка всегда будет стремиться начертить какую-то правильную фигуру. Вот, правильный треугольник. У него 3 стороны. Наш цикл будет повторяться 5 раз. Точнее, повторение в цикле будет 5. То есть всего черепашка начертит 5 сторон. Первые 3 раза она начертит. За первые 3 повторения она начертит треугольник. А за оставшиеся 2 пройдет по его контуру еще раз. То есть мы получаем, что черепашка начертит правильный треугольник. Если бы у нас, например, был все тот же самый алгоритм, только повторов было бы 2, то мы бы получили 2 стороны. То есть у нас бы правильный треугольник не замкнулся, и черепашка начертила бы простую ломаную линию. Продолжение следует... Продолжение следует...